Уважаемые студенты, продолжаем изучение курса лекции по физической географии СНГ. Тема растительность СНГ. И так дается план. Литература. По первым вопросам. И так большие размеры территории СНГ определяют сравнительное богатство ее флоры. Это около 100 тысяч видов растений. На долю высших растений приходится около 40 тысяч видов. Очень богата флора. Водоросли это 10 тысяч растений. Лишаников 5 тысяч. Грибов 35 тысяч видов. Флористическая насыщенность территории СНГ возрастает с севера на юг. И от равнинных мест к горам. Флористические богаты горы субтропиков. Если в равнинном обском флористическом районе на площади более 1 миллиона квадратных километров описано 1150 видов высших растений. Это 6% территории. 6% всей флоры СНГ. То в небольшом южно-кавказском районе, имеющей площадь всего 29,2 тысяч квадратных километров, обнаружено 3103 вида. То есть 17,7% от общей флоры СНГ. То есть хочу я сказать, что по флористическому разнообразию богата не равнинная часть, а горная часть СНГ. Флористическое богатство гор объясняется многократной сменой на коротких расстояниях мест обитания с различной экологией. В историческом аспекте растительность гор более устойчива к резким изменениям внешней среды. Поэтому по отношению к равнинам горы выступают убежищем жизни, а флора и фауна их насыщена реликтами. Древность развития и относительная изоляция обусловили высокий эндемизм горных флор на юге стран СНГ. В горах Средней Азии и Южного Казахстана выявлено 67 эндемичных родов растений. В то время как в северных флористических районах эндемичные роды растений единичные или вовсе они отсутствуют. В ботанико-географическом отношении вся территория СНГ располагается в пределах одного голоратического растительного царства и его двух подцарствах, так Артогеи и Древнего Средиземья. Растительность – прекрасный индикатор физико-географических условий, поэтому многие ландшафтные зоны получили свое название по госводствующему типу растительности – тайга, смешанные леса, лесостей и другие. Наиболее тесную связь растительность обнаруживает с климатом, рельефом и почвами. Для них характерны три закономерности – широтная зональность на равнинах, провинциальность или долгодная зональность и третья – высотная поясность в горах. Широтная зональность выражается в смене типов растительности с севера на юг. Типы растительности по природным зонам и подзонам особенно ярко отражены на территории России. Итак, рассмотрим типы растительности с севера на юг. Первый – растительный покров арктических пустынь. Это на севере Арктики, состоящий из мухов, лишайников и водорослей. Второй тип – тундровый тип растительности, состоящий из мухов, лишайников и кустарничков, среди которых встречаются и вечно зеленые кустарники и травы, состоящие из брусники, клюквы, допустим, низкорослые виды берез, ивы, сфармовое болото и еще лишайники, ягель. Леса тундра. Леса тундра включают в себя одновременно лесные и тундровые растительные группы растений. Тайга и смешанные леса. Леса – самый распространенный тип растительности СНГ, занимает более 35% общей территории СНГ. В лесах произрастает свыше 570 видов растений и более 1000 видов кустарников. По составу преобладают хвойные леса, занимающие 78% лесопокрытой площади, из них 38% заняты лиственницей, свыше 16% – сосной. Итак, тайга. Здесь господствуют хвойные леса, лиственничные, сосновые и еловые. Различают светлохвойные и темнохвойные леса. Светлохвойные – в основном в азиатской части СНГ. Лиственничные. Здесь встречаются лиственницы и сосна обыкновенная, а также кедр. Это западная Сибирь и юг-восточная Сибирь. Темнохвойные леса – тайга. Это в европейской части СНГ, где представлены в основном ель и пихта. Поскольку ель не растет на болотах и не выносит сухого резкоконтинентального климата. Поэтому ель более распространена в европейской части СНГ. Пихта произрастает на сублинистых почвах. Смешанные леса. Смешанные леса на русской равнине к югу от Таги. К югу от Таги находятся. Здесь к хвойным лесам уже включаются шоколистые породы деревьев. Такие как дуб, липа, ясень, клён и другие. Болота и луга распространены в Таги и в зоне смешанных лесов. Болота верховые и низинные состоят из мхов, клюквы и других. В коих-где встречаются низкорослые сосна и березы. Так, луга. Есть пойменные луга или заливные луга, которые характерны в основном в долине рек. Встречаются в долине рек. Широколиственные леса. Также встречаются на юге Дальнего Востока. Занимают низинные районы. При Амуре и При Приморье. Имеют восточно-азиатское происхождение. И формирование их связано с мусорным климатом. Запада на восток, на территории СНГ. К югу от лесной зоны. Начинается целый пояс леса степного типа растительности, который тянется от Карпат до Алтая. Состоящие из двух компонентов. Это лес и степи. Леса. В азиатской части с мягким климатом здесь развита дубовая лесостепь. В азиатской части западно-сибирская березовая лесостепь. И восточно-сибирская березово-осено-лестничная. К югу лесостепь переходит в степи, состоящие из лаков на черноземах, которые являются главной симметической зоной СНГ. Существует множество гипотез о происхождении лесостепного ландшафта и взаимоотношений леса и степи. Данным вопросом занимались в свое время Докучаев, Берг, Вильямс и другие. Установлено, что в Ниогене в период формирования современных природных ландшафтов происходила деградация вечно зеленых и широколистых лесопадных лесов и шо наступление степи и на лес. Также процесс повторяется в эпоху максимального оледенения. Во время господства холодной березово-осено-лестничной лесостепи с начала-последникового времени лесисты с юго-русской равнины резко увеличиваются, что свидетельствует о наступлении леса на степи. После этого наступление леса прекращается под воздействием природных и других факторов. Лесостепь к югу сменяется степными видами растений, состоящих из разнотравно-злаковых растений. В зоне полупустынь господствует полына злаковой степи, ковыль, чепчак. В равнина Средней Азии и Южного Казахстана заняты пустынно-растительностью с видами полыни, сальянок, а также из дерева саксоула, саксоуловые леса, которые особенно характерны для приоралии. В низкогоре Капитага, Бадгыза и западных хребтов Теньшани характерны сутропические степи. Средизомноморское растительство известно южным берегом Крыма и Черноморском побережье Кавказа от Новороссийска до Туапсе. Здесь растения, приспособленные к сухому, жаркому климату. Леса из душистого дуба, древоверного норшевельника, крымской сосны, пельцунской сосны. Влажность сутропические леса в Калхегии и Ленкарании. Представленные широколиственными лесами. Это дуб, граб, бухштан, ольха. Там же встречаются вечно зеленые деревья, роды Дендрон, Самшит, Лавра, Вещня и другие. Эти леса очень густые. И с древних третичных реликтов являются третичными реликтами. Значит, здесь надо сказать, что сутропические леса, которые сформированы на красноземах и желтоземах, являются одними из древнейших СНГ. Типы растительности и типы почв одни из древнейших в СНГ. А это с широтной зональностью растительности в СНГ прослеживается ее провинциальность. Провинциальность внутри растительных и ландшафтных зон в СНГ. Выделен тремя секторами. Первый – субарктический, внутриматериковый и тихоокеанский. Это в европейской части СНГ увлажненный субатлантический сектор. Где распространены смешанные, то есть хвойно-широколиственные, широколиственные леса. Так, восточноевропейская леса, леса тундра, темнохвойная тайга с господством обыкновенной елии и дубовой лесостепи. Во вновом мутриковом секторе, в лесотундре и тайге, это лиственница сибирская в Западной Сибири, лиственница даурская к востоку от Еднисии, вечная месла, темно-березово-осеново-лиственничная лесостепи в Средней Сибири, так, в степных островах Средней и Южной Сибири, тырстиковые ковыли и другие. К югу развиты растительность полупустынь и пустынь. Это Южный Казахстан и равнина Средней Азии. Неширокая полоса Тихоокеанского сектора, значит, представлена хвойно-ширколиственными и ширколиственными лесами, значит, с участием янской ели, кедрового сланника, каменной березы, высокотравья Камчатки и Курил. Провинциальность или долгодная зональность Комаров назвал меридиональной зональностью, а Лёхи, Лёхи, центра периферической провинциальностью. В горах, как известно, действует закон высотной поясности. Охрана растительности. Сохранение растительности – одна из актуальных проблем современности. Пути решения проблем – это формирование экологического просвещения, воспитание населения, экологическое воспитание населения, организация охраняемых территорий, контроль, мониторинг окружающей среды, охрана и рациональная природа пользования. И так на этом всё. Спасибо за внимание. Продолжение следует...